Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня о продаже товара с истекшим сроком годности. У нас в гостях Дмитрий Панин, инспектор отдела организации применения административного законодательства УМВД по Рязанской области. Добрый день! Расскажите о фактах продажи таких продуктов. Мы как потребители все чаще сталкиваемся с проблемой некачественных товаров, либо некачественного обслуживания. Об этом я сейчас вкратце расскажу. Данное правонарушение предусмотрено Кодексом амбицизативных правонарушений по ст. 14.7. Это обман потребителей, что включает сюда обвешивание, обмеривание, введение в заблуждение потребителей о качестве товаров, либо оказанных услугах. Так вот, в городе Рязани, в одном из торговых центров, имело место продажа просроченной продукции. Ну, благодаря обращениям граждан и своевременно принятым мерам сотрудника полиции удалось, так сказать, переломить ситуацию в данном направлении. И сейчас в данном торговом объекте уже есть такая должность, отвечающая за контроль качества продукции, продаваемой в магазинах. Ну, вот, это вот какой-то положительный есть плюс вот в этом направлении. А много ли вообще у нас таких объектов, где встречаются факты продажи продуктов со стекшим сроком годности? Ну, объектов достаточно много. Это торговые центры, различные магазины. Ну, если, например, в крупных торговых центрах есть должность такая сотрудник, который следит за качеством, то, как бы, в мелких магазинах не позволяет возможность, и за качеством следит либо продавец, либо тот же кассир. Поэтому чаще всего там встречается просроченная продукция. Вот если сравнивать прошлые годы и сейчас, как-то изменилась ситуация по области? Да, вот в 2014 году выявлено 28 фактов. Это с начала года, по данной статье 14.7. А если сравниться с аналогичным периодом прошлого года, это всего лишь 5 фактов. Но здесь, как бы, несмотря на это, прослеживается динамика роста данного правонарушения. Однако есть некоторые трудности. А именно это низкая активность самих граждан. Так как раньше данное правонарушение сотрудник полиции мог выявлять непосредственно при проверке данного объекта, то теперь данное правонарушение только по обращению самого гражданина. И куда обращаться? Вообще, какие действия должны быть, если мы купили продукт со стекшим сроком годности? Какие действия по пункту? Ну, зачастую граждане сами выявляют данное правонарушение. Однако все это ограничивается либо записью в книге жалоб и предложений, либо каким-то высказыванием администратору данного торгового объекта. Ну, если гражданин все-таки попался на данные продукции просроченные, ему прежде всего необходимо обратиться в территориальные органы МВД, в каждом из которых есть отделение по исполнению административного законодательства, которые примут эту жалобу. И по данной жалобе проведут проверку на данном торговом объекте. А есть какой-то телефон горячей линии или что-то такое? Ну, телефон – это дежурная часть 02, куда можно обращаться, высказывать свою какую-то проблему либо жалобу, и в соответствии дежурная часть соединит с данным подразделением. Расскажите о штрафах, которые предусмотрены за такие продукты. Ну, данное административное правонарушение, обман потребителей, предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч на граждан, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч, и на юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Вы говорили, что это административная ответственность, а уголовная еще предусматривается? Данное правонарушение, оно, как и любое правонарушение, есть более отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь уголовную ответственность. Это статья 238. Это производство хранения либо сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности. В этом случае продукция данная отправляется на экспертизу. Данный контролирующий орган выносит заключение. Если действительно продукция угрожает жизни и здоровью граждан, то уголовная ответственность в отношении такого правонарушителя до двух лет решения свободы. Вы говорили, что совсем недавно был факт, когда Вы как раз обнаружили объект, где были продукты с истекшим сроком годности. А что это были за товары? И какие чаще всего товары Вам встречаются? Ну, чаще всего это молочные продукции, рыба, мясо. Также какие-то кондитерские изделия, это в основном хлебобулочные, конфеты. То есть такая категория продуктов, скоро порчащаяся, так сказать. Давайте напомним нашим телезрителям, на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке тех или иных товаров и что нужно делать в случае, если они некачественные. Ну, прежде всего необходимо обращать не только на именование, ассортимент продукции, ну, когда мы приходим в магазин, но также и смотреть на дату производства. То есть это очень важно, поскольку просроченная продукция, она токсическая уже и может нанести вред здоровью. То есть на это прежде всего необходимо обращать внимание. То есть а у нас многие приходят, смотрят лишь на цену, которая их устраивает, не обращая внимания, что либо продукт подходит, что туда просрочит, ну, так сказать, просрочки, либо уже за пределами. Ну, вот на это прежде всего необходимо обращать внимание. А сталкивались ли когда-нибудь с детской продукцией просроченной? Бывают у нас такие ситуации в области? Ну, что хотелось сказать по детскому питанию, либо продукции. Она, во-первых, она и качеством совсем другим обладает, потому что это детское питание, оно на особым контроле. Ну, таких случаев не было практически, что детское питание и просроченное. То есть за этим следят очень хорошо в магазинах, во многих. Расскажите, а какие у нас вообще есть права и каким образом осуществляется контроль за продукцией? Ну, все мы слышали о федеральном законе о защите прав потребителей. Однако мало кто вчитывался в основные положения данного федерального закона. Так, например, статья 7 гласит о том, что каждый потребитель имеет право на качественную, безопасную продукцию. При этом изготовитель должен обеспечить безопасность данной продукции в пределах установленных сроков годности для данного товара. Ну, вот помимо нас контроль за качеством продукции осуществляют также должностные лица по контролю за качеством продукции. Это Роспотребнадзор. То есть не только наши органы осуществляют контроль, но и Роспотребнадзор. То есть можно и обращаться как территориальные органы с жалобой, либо там заявлением, либо Роспотребнадзор, который также проведет проверку, установит этот факт и штраф на данное лицо выпишет. А как Вы считаете, где лучше товары? Ну, в настоящее время, как бы с ростом городов появились у нас торговые центры. В данных торговых центрах, как я уже говорил, есть такие сотрудники, в обязанности которых входит контроль за качеством продукции. То есть в основном сейчас с рынков граждане приходят за покупками как раз в торговые центры. То есть где контроль качества на высоком уровне достаточно. Но в мелких магазинах таких сотрудников не встречается, потому что там в основном продавец, кассир, которым не входит в обязанности следить за контролем. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Не забывайте о своих правах. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова